Друзья, всем привет, всем доброе утро! Меня зовут по-прежнему Света, и вы по-прежнему на моём канале. Я встала пораньше, чтобы записать вам это утреннее видео, чтобы вы потихоньку просыпались вместе со мной, пили вкусный кофеёчек. У меня целая-целая турка вкусного кофе. И в этом ролике я совершенно утренняя, совершенно естественная, и потому что утро. Потому что утро, воскресенье. Как ещё я должна выглядеть утром воскресенье? Я сегодня хочу просто поделиться с вами такой маленькой новостью по поводу... Подумайте, опять она куда-нибудь уходит или ещё что-то, или удаляется. Но нет, друзья, на самом деле мне пристила такая мысль. Когда я создавала канал на Ютубе и канал на Дзем про собак, псы городских и краев, мне очень понравилось это название, потому что оно как нельзя кстати отражает вообще мой контент и моё мироощущение по жизни. И это название предложил мне муж, когда мы с ним гуляли. И это какого-то прикольно звучит, это же прям про нас. И только потом он мне рассказал, что это типа песня, группа чай, да? Псы городских... Псы... Псы... Псы с городских и краев, оригинал песни, да? И я подумала, ну и ладно, типа, ну это же как бы я не знала, мне прощается не можно. Но на самом деле не очень-то и прощается, потому что я когда стала, например, забивать в поисковиках, типа, что увидят люди, забивая там мой блог, то даже если они забивают блог псы городских и краев, то на первых местах, конечно же, вылезает музыка, потому что это как бы авторское право и всё такое, а вылезают песни группы чаев. Соответственно, человек даже при большом желании, он с очень большим трудом может найти мой блог в тех же поисковиках. Меня это немножко смущает, потому что я создавала канал, чтобы как бы, да, поднимать его с нуля, работать над ним. И я не думала, что, блин, есть такая песня, на самом деле, вот. Хотя название мне безумно нравится. Я понимаю, что если вдруг даже музыканты этой группы, например, заинтересуются моим каналом, я думаю, им будет не очень приятно. Хотя не знаю. Потому что, да, незнание не освобождает от ответственности, и в любом случае... Вообще, я выпью фиечку всё-таки, а то он потом оснится, и будет невкусно. Ох, как хорошо. Как же хорошо утром пить кофе. Поэтому, ребята, я хочу поменять название блога и канала. Ну, оно будет около той темы, то есть ни тематика блога, ни его контент особо не поменяется. Но мне хотелось бы поменять название, чтобы оно максимально было, вот, знаете, такое моё. Моё такое авторское. Чтобы оно отражало и мою жизнь с собаками, и моё отношение такое к жизни особое. Блин, ну, с игрок, их экран, конечно, идеально звучит. И чтобы оно не имело, ну, оттенка плагиата в какую-либо сторону. Например, у меня ещё была идея назвать канал «Пёс в большом городе». Ну, вы понимаете отсылку. И, с другой стороны, ну, прикольно звучит. А, ну, как бы, ну, это ведь не моё, да? Это ведь всё-таки не моё. Хочется чего-то своего. И честно скажу, ребята, идей ноль. Идей просто сейчас ноль. Какие-то очень банальные в голове крутятся. Тебе, блин, да и Люси. Две овчёрки в доме. Вот такие совершенно скучные и банальные ребята. Поэтому я прям прошу у вас совета. Если у вас какие-то есть, ну, интересные идеи. Люси, конечно, будет лайт, наверное. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы могли бы увидеть мой канал. Какие... Или хотя бы напишите в нескольких словах. Вот три слова, которые описывает мой YouTube-канал. Вот. Это мне уже... Это мне уже поможет в будущем поделиться с названием. Поэтому, ребята, если вы вдруг увидите, что название канала изменилось... Изменилось только название. Всё остальное прежнее. Я никуда не ухожу. Всё в порядке. Но это будет лучше и для будущих подписчиков. И аудитории будет легче ориентироваться. И меня будут проще находить и быстрее в поисковых системах. Ну, и проблем с группой чаев, я уверена, у меня в будущем не возникнет. Так всё-таки дела. На самом деле, я не очень люблю вообще менять название, там, ников своих, да, аккаунтов, блогов. Вот мой ник Лени Лоренс, например, это даже не ник, это просто мой псевдоним, которым я живу, я им проникаюсь. С раннего своего возраста, с детства, я не знаю даже с какого конкретного, лет, наверное, с 14, может, даже раньше. У меня был такой псевдоним Лени Лоренс. У него очень богатая и насыщенная история. Это не просто так я взяла. Может быть, я как-нибудь вам расскажу, почему именно Лени Лоренс. Это и писательский псевдоним, и творческий. Это, в общем, это то, как я себя ощущаю внутри. Не Света, а Лени Лоренса. Никто бы что ни говорил. Вот. Поэтому, ну, я не люблю менять. Но иногда вот реально происходят такие ситуации. Например, вот мой блог о собаках раньше назывался «Три чёрных точки». Он мне очень нравился, потому что Линда — это, да, это белое пятнышко и три чёрных точки. Ну, иногда четыре. Иногда четыре, бывает. Но у меня появился Люсик, и эта тема перестала быть актуальной, и мне пришлось поменять. Плюс мы ещё тогда переехали на окраину Москвы, и мне показалось, что здорово. Будет очень прикольно звучать. Это прям было в тему, это было органично. Ну, и аудитория моя постоянная, и она нормально это восприняла. Но вот то, что сейчас я просто чувствую, ну, это не будет как-то не очень красиво с моей стороны. Вот именно как, знаете, есть понятие, как этика журналиста, этика писателя. Я очень стараюсь делать именно авторский контент, не используя никакого плагиата и чужих каких-то сугубо заимствованных идей. Вот, поэтому, да. Друзья, я не призываю вас документировать эту тему, просто я вас ставлю в известность, чтобы вы не пугались, не волновались. Всё абсолютно в полном порядке. Ой, на улице у нас сегодня... Конечно, погода очень замечательная в Костроме, солнечная. Но какой же, блин, дубак, ребята. Ну, это просто осень. Осень. Я сегодня вышла на улицу без шапки. Я причём оделась, я делала ветровочку, курточку. Я ушей просто не чувствовала. Ветер, холод, ветер просто арктический, ледяной. Ночью обещали, кстати, минус три заморозки. Ну, a real feel, как называется, минус три. Короче, ребята, ну, погода замечательная, небо голубое, съедет солнышко, поэтому я сегодня обязательно схожу поугуляю. Возьму с собой термос с кофе или с чаем. Ммм, знаете, у меня уже традиция такая пошла. Кстати, такая, в догоночку, в завершение этого прекрасного утра, маленькая история. Вчера я гуляла с Линдой на поле, и вот, и поле, оно такое, достаточно безлюдное, иногда бывает, проскакивают случайные прохожие. Ты всегда так немножко напрягаешься в том, что в безлюдных местах ты не очень ожидаешь встретить человека. Скорее даже какое-то животное, но человек так типа, ну, проходите, проходите. Я вижу впереди два человека стоят, а я беззарукая, я плохо вижу. Ну, я так напряглась, и они стоят просто, типа смотрят на меня. Я прям такая, знаете, нахохлилась об шерсть, на загривке встала. Я думаю, ну, как прохожу, я не взяла на поводок, прохожу к ним ближе, а там просто парень и девушка стоят с чашечками, с термосом кофе, и смотрят куда-то вверх, слушают птичек, фотографируют небо. И я такая, моя паранойя меня доведет, и я такая, тоже, знаете, открываю рюкзак и так напыщенно достаю свой термос и тоже начинаю пить кофе. В общем, я так негласно их поддержала. Люся, хватит копать, Люся! Люся, что-то там пол копает. Так что, друзья, я желаю, желаю, желаю вам доброго утра, замечательного дня и только приятных, приятных новостей. Не забудьте сегодня хорошенечко погулять, позволите что-нибудь вкусненькое, потому что сегодня воскресенье, вот, как бы, все этим сказано. Ну, и не забывайте про вкусные утренние напитки, которые вам придутся, ну, по душе, все-таки мелочи, но очень-очень приятные мелочи. Так что, друзья, все, на этом я завершаю свой коротенький ролик утренний. До встречи в следующих видео. Не забывайте подписываться на мои два блога на Дзене, на мою литературную платформу на Литнер, где я выкладываю свои романы. Скоро там уже появятся стихи, я надеюсь, какие-нибудь короткие формы. И все, до встречи, пока-пока!